Приветствую вас! Вы написали свой вопрос достаточно скомканно, поэтому я не могу, наверное, претендовать на то, чтобы ответить вам максимально объективно, максимально адекватно, но я постараюсь, я постараюсь это сделать, я постараюсь вам ответить, постараюсь помочь. Надеюсь, это будет для вас полезно. Прежде всего, хочется сказать, что необходимо выяснить, какое конкретно возбуждение идет первым. То есть, какое конкретно возбуждение вы испытываете вначале? Сексуальное или все же нервное? То есть, что начинается от чего? Вы меня извините, да, но просто вот из вашего текста совершенно непонятно, что идет от чего. Вот. Если речь идет о возбуждении сексуальном, то его не надо сбрасывать, его нужно удовлетворять, в том числе и мастурбация, и ничего в этом, собственно говоря, такого нет. То есть, это абсолютно нормальная история, и никто не запрещает вам, собственно, себя удовлетворить подобным образом. Вот. Другой вопрос, если не получается удовлетворить себя мастурбацией, если сексуальное желание как бы постоянно вами чувствуется, тогда да, тогда лучше обратиться, наверное, все же к врачу и к врачу. Но пока что речь вы ведете исключительно о том, что ваше возбуждение сексуальное, и что вы пытаетесь его почему-то себе подавить. Вот зачем вы хотите подавить свое сексуальное возбуждение, если честно, не очень понятно. Вот. Если честно, даже вообще не понятно. Потому что это здоровая, нормальная, нормальная здоровая реакция, нормальная здоровая потребность любого человека. Вот. Ну, может быть, может быть вы что-то знаете о себе. Вот. А если же, если же речь идет исключительно о возбуждении нервным, и уже как следствие от этого начинается возбуждение сексуальное, то в таком случае, конечно, можно вести речь о том, чтобы определить причины вашего именно нервного возбуждения. То есть, в таком случае возбуждение сексуальное является выбором вашего, например, подсознания, вот, выбором вашего подсознания, расслабиться, получить, собственно говоря, разрядку. Потому что нервное возбуждение переживается тяжело, и для организма это весьма затратная история. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ваше подсознание пытается сбросить это самое напряжение через секс, ну, то есть, через сексуальную разрядку. В этом смысле здесь все, ну, как бы, естественно. На мой взгляд, вот, нужно только брать и, соответственно, исследовать. Нужно брать и исследовать, брать и смотреть, что как, что как, откуда берет свое начало, ну, и так далее. Вот. Потому что это важный момент. Вот. Тот факт, что вы девственница, не совсем я понял, понял, а зачем вы предоставили нам эту информацию, но в любом случае, я полагаю, что хорошо, что вы об этом и сказали. Тот факт, что вы девственница, говорит, опять же, о возможном, о возможном стеснении. То есть, возможно, вы стесняетесь, возможно, вы не уверены в себе, возможно, вы, ну, в себе как-то сомневаетесь, возможно, вы чего-то боитесь. В таком случае обращать внимание нужно именно на эти аспекты, ну, вот, именно на данные аспекты и, соответственно, от них уже исходить, да. То есть, если вы чего-то стесняетесь, если вы чего-то боитесь, то, соответственно, нужно обращать внимание именно вот на то, что конкретно вызывает у вас подобные эмоции, что конкретно вызывает у вас подобные причины, переживания, вот, что конкретно вы, ну, что конкретно вы чувствуете. Вот. Я думаю, что вот примерно, ну, примерно так, я думаю. Вот. Сейчас, опять же, здесь, возможно, речь идет о о превышении значимости секса, ну, скажем так, да, для вас. То есть, вы, ну, вы, возможно, преувеличиваете значение для себя секса, то есть, слишком много, ну, слишком много внимания уделяете, собственно, сексу. Вот. Связано это может быть с тем, что вы, ну, к примеру, недостаточно реализованы, связано это может быть с тем, что у вас могут иметь место быть проблемы с целями в жизни, такими глобальными целями в жизни, да, и то, что вот вам вообще по жизни вашей интересно может быть. Вот. То есть, я, опять же, не хочу ни в коем случае вас ни в чем обвинять, не хочу, чтобы вы что-то плохое обо мне подумали, но пока что, вот, это то, что, ну, то, о чём можно говорить, да, то есть то, о чём, то, что можно дать вам, вот, именно исходя из того, что вы пишете, именно исходя из того, что вы описываете, вот, значит, вот так, вот так. Также я вижу у вас некоторую склонность к обесцениванию себя, вот, к обесцениванию, а значит, если есть обесценивание, значит, есть и оценивание, в принципе, а любое оценивание очень субъективно, и, возможно, и от излишнего оценивания себя вам также нужно будет освободить, вот. Такая вот история, так что будьте более лояльны по отношению к себе, старайтесь смотреть в корень проблемы, аааа, не стесняйтесь спросить помощи у специалистов, для этого собственно мы и здесь. Ааа, если у вас остались вопросы, ааа, пишите в личке, будужёт помочь, а если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а а я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...